Нет временных рамок для памяти, нет недостижимого, если человек задумал стоящее дело. А потому для Алексея Талая, для его благотворительного фонда реализация акции «Живая память благодарных поколений» в рамках большого проекта «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям» уже удалось реализовать то, о чем мечталось. О проекте говорят, о проекте думают, проект поддерживают. И все это во имя памяти о наших героических предках. Все это во имя мира на всей земле. Что может связать сегодня всех нас, их, наших героических дедов и прадедов, и сегодняшних молодежь, сегодняшнее поколение, которое где-то начинает потихонечку забывать, перестают ценить, благодарить и вместе созидать. И вот этот памятник, который в прошлом году был установлен в городе Герой Минске, имеет свое продолжение. Сегодня мы начинаем этот проект в Брестской крепости Герой. Именно сюда принесут тысячи детей, тысячи семей свою монетку, которая попадет в сплав этого грандиозного памятника. От нас, благодарных потомков. И это и будет той связывающей нитью поколений в понимании о том, что и сегодня мы должны быть вместе, и сегодня мы должны стараться, и сегодня мы должны сражаться, если это понадобится, за свое отечество, за свою родимую республику Беларусь. И к этому памятнику придут эти ребята позже, через 10-20 лет. Приведут своих жен, приведут за ручку своих детей. Как сегодня в Минске мы наблюдали эти счастливые семьи этих детишек. Приходят, своими маленькими ручонками гладят этот памятник, который мы все вместе, мы, белорусы, сотворили в 2022 году. И сегодня мы, вся молодежь Бреста, все общественники и все структуры говорим, что обязательно у нас все получится. И в этом 2023 году этот подобный памятник будет установлен здесь, в Бресте. О войне все сказано, скажет кто-то. Нет, не все. Не все сказано о горе народа, пережившего страшную Великую Отечественную войну 20 века, о горе белорусов, потерявших каждого четвертого жителя. Мы стали забывать, что такое война, а она уже напоминает о себе. А потому сегодня нужно говорить о мире без войны. Нужно развенчивать мифы о тех, кто просто жаждет развязать ее, стремясь вогнать народы в пучину злобы и ненависти. Ничего просто так не бывает. И порой эпохи, порой десятилетия, они испытывают народ на прочность. Сможем ли мы сохранить свой суверенитет? Сможем ли мы сохранить свою родину? Это сегодня зависит от нас, всех нас. Об этом надо помнить, дорогие соотечественники. Побрать пример вам есть, дорогие друзья, с кого. Вот она, Брестская крепость. Здесь стояли насмерть наши родники, наши дедушки. И мы обязательно должны быть их достойными продолжателями славных традиций. Акция стартовала в последний день января на территории Брестской крепости. В ней приняли участие ветераны войны и труда. Главы дипломатических миссий России и Казахстана, руководители города, представители общественных объединений и организаций, учащиеся школ, лицеев, гимназий, областного центра. И это великая честь для каждого находиться в священном месте. Месте, где началось кровопролитие, где начал коваться тот самый кирпичик победы великого народа в Великой войне. И в память о тех, кто долгих тысяча, четыреста, восемнадцать дней и ночей шел к победе. И организована эта акция и этот проект «Живая память благодарных поколений». В сентябре 2022 года мы вместе с вами уже и презентовали саму эту замечательную идею, когда каждый из брещан любого возраста в себе найдет копейку советского периода и отдаст ее на благое тело в создании этого уникального памятного знака. И сам уже потом, через десятилетия, подходя к нему, будет говорить, что я, моя семья, участвовала в этом проекте. Поэтому наша задача, задача местных органов власти максимально провести информационную кампанию, организационную кампанию, чтобы каждый брещан поучаствовал в этом замечательном деле. Что касается места установки этого памятника, да, понятно, мы ищем разные варианты. На данный момент остановились на варианте нахождения этого знака на центральной артерии нашего города, улице Московской. Возможно, есть Алексей Константинович с вами, с вашим видением, с архитектурными нашими службами мы где-то будем, да, еще выбирать два варианта. Здесь не суть важна, время у нас еще пока есть. Самое главное, повторюсь, что это будет народный памятный знак. Этот знак, который будет в себе воплощать и преемственность поколений, и нашу память о героях, и наше желание жить в мире и согласие. Все мы вместе, это наш общенациональный проект, и в этом и важность этого события, что каждый имеет возможность поучаствовать. Кто-то копеечкой, кто-то рублем. Конечно же, сделать свой благотворительный взнос и знать, что и я профинансировал народные памятники. Кирпичик по кирпичику, и это будет счастье для каждого из нас. Доброе воспоминание, то, что будет отсылать нас и связывать поколение к героическому подвигу нашего народа. Одно из основных направлений проекта создание и установка всенародного памятного знака «Живая память благодарных поколений» в Минске, Бресте, Москве и сотен тысяч монет советского периода. И главное, его идея заключается в объединении ветеранов, современников и будущих поколений. Образ памятного знака построен на динамике застывшего времени и включает две составляющие. Окаменившее – письмо-треугольник, дань прошлому, и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Сбор вот этих копеечек. Знаете, вот этот ящик, который стоит, это я вот так примитивно говорил, это море. А вот копеечки, что мы будем бросать, это капельки. По капельке, капельке превращаются в ручейки, ручейки превращаются в реки, а реки купают моря. Поэтому вот эта акция нас, белорусов, нас должна радовать. Ну, я хочу, чтобы только вот мы вот здесь присутствуем, молодежь, приятно, что молодежь чтит нас, ветеранов, где-то мы отращаем. Ну, чтобы вот эти слова были донесены на массу нашего жителей, нашего города. Это очень трогательное мероприятие. Мне особенно, ну, слова Алексея Талая, это действительно проникли в душу, а то, что семья нашего ветерана, участника войны пришла полностью, дедушка, дочь, а жена, дочери, внуки, правнучки, это просто, вот это действительно связь поколений. И правильно было сказано, что, наверное, это очень важно, когда мамы, папы, дедушки, бабушки будут приходить с детками, с внуками, с правнуками. Это будет связь поколений для всех. Очень важно, чтобы не только взрослые помнили и чтили, но важно, чтобы передалось это чувство нашим детям. Самое главное, я считаю, и оно у нас получится, потому что сделано действительно с душой. Александр Рогачук и Алексей Талай подписали положение о реализации проекта «Живая память благодарных поколений» в рамках акции «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям». А установить памятный знак в Бресте планируют в нынешнем году в очередную годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков или в День народного единства. Итак, старт проекту «Дан» – первые советские монеты в специальный ящик, установленный в Музее обороны Брестской крепости, бросил ветеран Великой Отечественной войны Александр Филиппович Григорьев вместе со своей семьей. Для всех белорусов этот проект уникален. Он станет традицией для современников. Он будет сохранять память о наших героях, которые не в землю полегли тогда, а превратились в белых журавлей. А превратились в белых журавлей.